Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дмитрий Александрович Спасибо, что к нам пришли Мы знаем, что после вчерашнего заседания Вы просто на расхват у наших коллег Да, я бы хотела небольшое уточнение Все-таки внести Не три, а четыре у нас было эфира К нам еще приходили Представители рекламных агентств Потому что в правила Внешнего благоустройства В том числе предлагалось Внести некие изменения Касающиеся и регламентирующие Размещение рекламных конструкций Наружной рекламы на домах Так вот, этот вопрос Как я поняла сейчас Из нашего разговора с Дмитрием Александровичем До эфира Этот вопрос в новых правилах Благоустройства пока не содержится Так же, как не содержится Там вот этот момент Который тоже широко обсуждался в СМИ Размещение нестационарных торговых объектов На придомовых территориях Это тоже пока отложили все, да? Да, добрый день еще раз Значит, могу отметить Что вчера состоялось заседание Кировской городской думы И был принят проект решения О внесении изменений в правила благоустройства Наверное, все уже в курсе Что у нас после публичных слушаний Которые состоялись в апреле Довольно-таки продолжительный период Учитывая, что сейчас конец июня Вот как раз продолжалась доработка Этого правового акта С учетом тех замечаний Которые поступили Вот по результатам слушаний И основные моменты, которые вызвали И основные нормы этого проекта И которые вызвали замечания и предложения Это как раз те нормы Которые регулируют размещение Либо использование городского пространства Для каких-то там рекламных Размещения рекламных материалов И второй момент Это размещение нестационарных объектов Любых объектов торговли В границах дворовых территорий На сегодняшний день Тот проект, который вчера Депутаты городской думы приняли Он направлен в первую очередь На регулирование размещения И на возникновение ответственности Именно по размещению материалов Информационного характера Не относящиеся, так скажем, к рекламе Это в первую очередь Какие-то листовки, объявления Либо иные какие-то афиши Которые у нас, как правило, размещаются И на остановках И на порах И на деревьях И на стенах домов И на фасадах зданий И на иных объектах И на заборах И где только не клеят Любая поверхность Которая является доступной И которая в проходимых местах Расположена на территории города Вот на сегодняшний момент Мы в этом проекте правил Отрегулировали эти вопросы До этого в правилах Ну, довольно-таки так, могу сказать Размыто вот эти все формулировки были На сегодняшний день У нас определены те требования Где, во-первых, должны размещаться Средства наружной информации И где могут размещаться Как раз вот материалы Информационного характера То есть, если это идет размещение Там, опять же, на остановках Опорах деревьев Ограждениях, заборах Соответственно, это является Несанкционированным размещением Из-за этого возникает Административная ответственность В том числе для лиц Которые совершили вот это деяние Либо для лиц в пользу которых Чей телефон указан Расклейка этих объявлений Была произведена Можно уточняющий вопрос? Просю вас Если человек, который расклеивает Задержали на месте Он несет ответственность, безусловно И люди должны об этом знать Все, кто подрабатывает На расклейке объявлений Имейте в виду Что если вас отправляют Расклеивать объявления На столбах И на фасадах зданий И у наших подъездов Я, честно говоря, устала Постоянно очищаетесь Ты знаешь У подъезда эту стену Вы несете ответственность Кстати, велика ли ответственность за это? Там Три категории выделяются Правонарушители Это физические лица Здесь от 3 до 5 тысяч рублей штраф Если это физические лица Если это должностные лица Каких-то предприятий Организации От 10 до 50 Если это юридические лица От 50 до 200 тысяч Нас интересуют сейчас люди Которые нанимаются Они будут платить штраф От 3 до 5 тысяч Если вас за руку поймали Имейте в виду От 3 до 5 тысяч Вы платите А если не поймали То платить штраф будут Те, чьи телефон указан В объявлении Интересанты, так скажем Их уже там Соответственно От 10 тысяч Смотря в отношении кого Вот эта продукция Была произведена И в отношении кого Расклеена Можно я вот все-таки Задам уточняющий вопрос Не могу не задать Не так давно приходили к нам Сотрудники организации Лиза Алерт Поисковой организации Которая занимается Розыском пропавших людей И я не знаю Как у вас выстроены коммуникации Но прошу обратить внимание Эта проблема действительно есть Потому что они часто Вынуждены размещать листовки О пропавших людях В неподходящих для этого местах Они пользуются Естественно Теми местами Которые вот на виду В том числе Может быть Деревья Да, деревья Там еще что-то Они стараются потом После того Как поиск завершенной Телестовки убирать Да Вот Но тем не менее Вот есть проблема Большая Потому что информационных счетов В городе Конечно не хватает Здесь нужно Мне кажется Отдельный вопрос Проработать С Лиза Алерт По поиску людей Действительно Иногда бывает Необходимо просто Все обклеить Чтобы люди видели Не обсуждался В любом случае Вот Наверное Не знаю Согласитесь Не согласитесь Деревья Поры Они как правило Всегда Ну там Дорожные знаки Ограждения Которые на улицах Они на самом деле Востребованы Исходя из практики Для размещения Вот этих Вот этих Объявлений Потому что Их всегда Проезжая Проходя Любой гражданин Видит Но Я думаю Что на сегодняшний день Даже В таких целях Делать исключение Соответственно Мы Ну Те требования Которые сами же Устанавливаем Как мы будем Контролировать Администрировать Но Я хочу добавить Что у нас На сегодняшний день Одно из Распространенных Мест размещения Вот Являются Вот те Информационные доски Которые у нас На остановках На подъездах При входе в подъезд И мы Вот как раз Этим проектом Правил Вносим Вот Одно из мест На котором Возможно размещать Эти информационные материалы Вот это Информационные доски Или доски Объявлений Как По простому Их можно назвать И будет больше Мы планируем Что на остановочных Павильонах А это Один из основных Элементов Куда у нас Идет притяжение Расклейки Как раз Всех этих Объявлений Все существующие Павильоны Мы постараемся В текущем году Снабдить Вот такими Досками Объявлений На большинстве Они есть Но Как правило Кроме размещения На досках Объявлений У нас И остальная Поверхность Торгового Павильона Остановочного Павильона Используется Для расклейки То есть В этом направлении Будем Работать Чтобы максимально Покрыть Вот Раз имеется Такой спрос На расклейку Информационных Материалов Именно на Остановочных Павильонов Чтобы максимально Обеспечить Возможность Для Их Расклейки Именно В установленных Местах Дмитрий Александрович И вот В поддержку Вопрос Который Задавала Анна По поводу Нестационарных Объектов Торговых Объектов И Больших Рекламных Объявлений В том числе На садах Домов Сейчас Отложено Решение Этого Вопроса Но оно В любом Случа Будет Требовать Это решение На какой Срок Оно Отложено В каком Режиме Будет Смотрите У нас Вчера Тот проект Который Приняли Депутаты Внесение Изменений В правила Формулировок По размещению Нестационарных Торговых Но любых Объектов Связанных С предпринимательской Деятельностью Он не содержал На сегодняшний день В действующей Редакции Правил Которые Регулируют Как раз Использование И содержание Дворовых Территорий Имеются Нормы Которые По Нашей Оценке И по Оценке Юристов Позволяют Как раз Регулировать Этот вопрос И это Пункт 4-1.2 Где как раз Прописаны Запреты Что у нас На дворовой Территории Недопустимо Что запрещается В том числе Есть пункт В Действующей Редакции Правил Который Прямо Говорит Что Запрещается Осуществлять Самовольное Строительство Мелких Дворовых Построек Гаражей Сараев И иных Некапитальных Объектов Не связанных С обслуживанием Общего Сегодняшний день Исходя Из этих Норм У нас Запрещается В том числе Размещение Некапитальных Объектов Которые Не соответствуют Грубо говоря Тому разрешенному Использованию Земельного Участка Который Выделен Для многоквартирного Дома Самовольное Вот это Мне кажется Важное Словное Самовольное Размещение Если это Согласовано С собственниками Вот сейчас Более подробно На этом Остановлюсь У нас Земельный Участок Под многоквартирным Домом Он По законодательству По жилищному Кодексу Находится В общедалевой Собственности Собственников Помещений Принимая Решение Об его Использовании Собственники Должны В любом случае Руководствоваться Не только Своим правом Его использовать И содержать Но и Иными Правовыми Актами Которые Регулируют Использование В том числе Придомовых Дворовых Территорий На сегодняшний день Есть Такой документ Это Санпин Который Регулирует В том числе Запрет На размещение Во дворах Любых Объектов Торговли То есть Принимая Решение На общем Собрании Собственники Должны Руководствоваться И вот Этими Документами То есть Нельзя Давайте Коротко Нельзя Размещать На территории Дворов В границах Дворовых Территорий Нестационарные Любые Объекты Торговли На сегодняшний день Санпин Это прямо Говорит Так Подождите А что же С теми Объектами Вот я хотела Спросить Много у нас Осталось Таких Объектов И что Сейчас С ними Будет Ну давайте После короткого Перерыва У нас сейчас Пауза На полминуты Дмитрий Печенкин Заместитель Начальника Департамента Городского Хозяйства Администрации Кирова О новых Правилах Внешнего Благоустройства Нашего Города И 211 Номер Телефона Прямого Эфира 211 И вот тут Мы остановились На важном вопросе Это Озвучено Уже четко И понятно Что в границах Дворовой Территории Неважно Где она Находится Внутри Там домов Которые Там стоят Кружочком Или снаружи Если это Граница Дворовой Территории Снаружи Я имею ввиду К улице Примыкающей Устанавливать Нестационарные Торговые Объекты Согласили Жители Без согласия Лежители Вообще Нельзя Это Санпин Таких Нестационарных Торговых Объектов В Кирове Выявлено Сколько Порядка 300 Порядка 300 Все они Известны Что с ними Теперь будет На сегодняшний День Как я уже Сказал Данные Объекты Они размещены По факту По каждому Объекту Есть Различные Основания Его появления Где-то Самовольно Без согласия Жильцов Где-то Состоялись Уже давно Притом Порядка 10 лет Назад Общее Собрание По Размещению Данных Объектов Что теперь Будет Их будут Сносить Это важный Вопрос Не только Для владельцев Торговых Объектов В данном Сутьба Этих Объектов Раз они Находятся На Собственности Жильцов Собственников Помещений То Здесь Судьба Каждого Объекта Будет Решаться В судебном Порядке Размещения Этих Объектов И тогда Уже По результатам Будет Принято Решение На В какие Сроки Либо По каким Основаниям И кто Будет Инициатором В том числе Дальнейшей Судьбы Данных Объектов Сейчас Конкретно Не готов Сказать Порядок Действий Который Будет Прописан Но в любом Случае Те нормы Которые У нас Правила Благоустройства Прописаны На сегодняшний День Мы Их В течение Этого года В том числе По Некапитальным Объектам На дворовых Территориях Начнем Думаю Реализовывать И активизировать Эту деятельность Можно я все-таки Уточню У этих Объектов Шанс Остаться На своем месте Будет Или нет Никакого Все-таки Или пока Не готов Окончательное Решение Я повторюсь Наверное Будет По каждому Объекту Приниматься Если уж Там Говорить О их дальнейшей Судьбе То через Использование Судебных Процедур Это значит Что нельзя Нельзя И предприниматели Которые этим занимаются Должны искать Другие А жители Домов Должны искать Другой источник Дохода Ты хочешь сказать Ну как Они же деньги Получают От аренды Территории Мы на сегодняшний день Извиняюсь Перебью Изучили практику Различную Судебную практику По территории России Есть судебное решение Уже Есть Определение Верховного Суда Где Прямо Сказано Что в границах Дворовой Территории Запрещается Размещение Торговых Объектов И возлагается Обязанность По их Демонтажу На собственниках Этих Объектов Есть уже Вступившие В законную силу Решения Судов Я просто хочу Сказать Что мы К этой теме Наверное Обратимся Чуть позже Когда будет Чуть больше Ясности И Дмитрия Александровича Пригласим Я думаю Может быть И представители Бизнеса К нам придут В том числе Уполномоченные По защите Прав Предпринимателей И хорошо Когда уже Будут выработаны Какие-то схемы Действия Иначе мы Не успеем А у нас Еще очень важная История С контейнерными Площадками Меня она Очень волнует У нас была Большая программа Урбан Посвященная Конкретно Контейнерным Площадкам Буквально Недавно И здесь В этом документе Находит свое Отражение По контейнерным Площадкам Что они Должны быть Обеспечены Твердым Покрытием Ограждены С трех сторон Забором Высотой Не менее Метра И двадцати Сантиметров На площадке Должна быть Информация Об организации Внимания Которая вывозит Твердые Отходы О сроках Вывоза О лицах Ответственных За содержание Контейнерных Площадках То есть Буквально Телефоны Там должны быть Да Сейчас Подтверждает И написано Раз в день Вывозят Или раз в два дня Или дни недели Подожди Написано Запрещено Устанавливать Контейнеры Это важно Для сбора Твердых Бутовых Отходов Вне контейнерных Площадков Уборка Контейнерных Площадок Должна осуществляться Ежедневно Эти работы Должны выполнять Организации Осуществляющие Вывоз Она обозначена На информационном Стенде Которых у нас нет Переполнение Контейнеров И бункеров Предназначено Для сбора отходов Не допускается И тут вот Я просто специально Сразу же прочитала У меня несколько Есть вопросов Ну во-первых То что ограждена Площадка должна быть С трех сторон Это не везде У нас сейчас существует И мы это ограждение Тоже обсуждали В том числе С представителями САХА Представители Как раз Организации Которые осуществляют Вывоз Они были против Профилированного листа Который указывается Вот здесь В правилах благоустройства Как возможное Наряду с металлической Сеткой ограждения В связи с тем Что профилированный лист Металлический Вызывает прение Вот этих вот Значит Выбрасываемых Несортированных Пока еще Отходов Бытовых Раз Во-вторых Там мухи Крысы И прочее И рекомендовали Все-таки Делать металлическую сетку Почему профлист остался Ну здесь приведено Два варианта Возможных варианта Ограждения Ну как правило Опять же Исходя из практики У нас достаточно много На сегодняшний день Контейнерных площадок Огроженных Вот как раз Таким Таким Листом Профнастилом На сегодняшний день Да И мы его критиковали Здесь И специалисты критиковали Здесь программу Ну здесь Мы не стали Ограничиваться Одним Материалом Поверхности Ограждений Ставили Два вида Которые на сегодняшний день В том числе Вот как я уже сказал Профилированный лист Он достаточно На многих контейнерных площадках У нас присутствует Можно у меня После привода новых Домов Будет вопрос В эксплуатацию Вот Светлана сказала И мы сами Часто это наблюдаем Да Что далеко не каждая Контейнерная площадка Сейчас ограждена Ограждения эти В какие сроки должны появиться Вокруг контейнерных площадок И это делает муниципалитет Что делает Да За чей счет Это все На сегодняшний день Обязанность По обустройству Содержанию Контейнерных площадок Она возлагается На собственника Того земельного участка На собственника Территории Где эта площадка Размещена То есть на жителях Если Эта площадка Находится В границах Дворовой территории Соответственно Обязанность возлагается Либо на управляющую компанию Либо на ТСЖ Собственников На ТСЖ Либо иную какую-то форму Управления домом Если Эта контейнерная площадка Это у нас размещено на муниципальной территории, в границах красных линий, на территориях общего пользования. Соответственно, эта обязанность предлагается на муниципалитете. Я подозреваю, что сейчас ночами будут контейнеры переносить. Нет, они должны все зафиксировать. С одной точки зрения. Какие сроки установки ограждений? Значит, у нас на сегодняшний день данные правила вступают с момента опубликования. Планируется, что это будет в следующую пятницу. В принципе, вот эти требования, которые у нас прописаны в том числе по ограждению, по твердому покрытию, по удобному подъезду, они уже действовали. Они действовали и в существующих санитарных нормах и правилах. Соответственно, эти требования были до данных изменений правил благоустройства. Но мы, думаю, что при администрировании, при проведении рейдовых мероприятий, как раз по проверке вот этих требований, дадим, думаю, что разумные сроки для устранения нарушений. Потому что не сразу эти правила будут опубликованы, вступят в силу. И сразу на следующий день мы увидим в городе, что появляются ограждения. В любом случае, здесь будет проведен и сейчас уже проводится определенный, опять же, этап инвентаризации существующих контейнерных площадок. А я еще отмечу, что у нас 1 января 2019 года вступают новые изменения в силу, как раз связанные с регулированием вопросов размещения твердых коммунальных отходов. Будет составлен единый реестр мест накопления отходов контейнерных площадок. И в них, в этом реестре уже, которого на сегодняшний день я отмечу, нет единого реестра и понимания, где у нас, какие площадки, в каком исполнении, с каким ограждением. Соответственно, я думаю, что вот как раз к 1 января 2019 года, когда вступят эти нормы в силу, мы должны уже полностью получить желаемый результат, который мы в том числе прописываем в правила благоустройства. Потому что обустройство контейнерной площадки, это, наверное, для собственников той территории довольно-таки затратное дело. Потому что это же твердое покрытие, это же ограждение. Ну, я думаю, что там не бесплатно делается. То есть ясно, что управляющие компании каким-то образом... Надо определенные затраты, надо определенные работы будут произвести. То есть, ну, срок, думаю, что полгода, который будет у нас до конца этого года, к 1 января, я думаю, что он будет разумным. И достаточно, чтобы все привезти к контейнерной площадке в соответствии с существующими требованиями. Я еще одну тему вижу для нашего эфира, потому что не очень понятно. Управляющие компании будут эти работы выполнять за счет графа текущий ремонт и содержания жилья. Либо же это будут какие-то дополнительные затраты еще на жильцов возложены, я не знаю. Вот, это важная тема. Да, мы это вот как раз, да, действительно будем обсуждать. Я хочу обозначить свою позицию. Я против профнастила в городе. Можно, я буду выступать с этой позиции в следующем эфире, и сейчас. Для этого в этих правилах предусматривается второй альтернативный металлический сетка. Металлическая сетка, и за металлическую сетку специалисты тоже выступают. У меня еще один вопрос, на самом деле. Это очень важно по контейнерным площадкам. Переполнение контейнеров и бункеров не допускается, а оно происходит без конца. Да, и в центре города, я могу сказать, у нас там на улице Горбачева, причем там не придомовая территория, а муниципальная земля, кстати. Там отсутствует между Свободой и Лениным твердое покрытие, там лужа и грязь. Но там нет ни сетки, ни твердого нормального покрытия. Но и переполнение происходит в выходные дни, хотя в рабочие дни происходит вывоз постоянно. Но я тут ездила по трассе Киров-Русская и в населенном пункте под названием Бахта. Аня, ты не видела этого? Я в сторону Киров-Русской не ездила, с тех пор дорога была не отремонтирована. Прямо в центре этого населенного пункта стоит один контейнер, и вокруг гигантская свалка. Гигантская свалка. Очевидно, что суть вопроса заключается не только в том, что не вывозится вовремя, а в том, что не заключаются договоры, и объем мусора, который выбрасывается, не соответствует тому договору, который заключен с организациями. Этот вопрос как будет решаться? Вот правило есть, не допускать переполнение. Стоит контейнер, который обязан, например, поставить тот же САХ, а вокруг мусора столько, что еще 10 контейнеров нужно. Это, Аня, прям вот у дороги, понимаешь? Ну, я тебе рассказывала историю с улицей Азиной и налоговой инспекцией, да? Где та же самая картина. Даже там такая история прямо у налоговой, да. Ну, это в том числе и те несанкционированные свалки, которые у нас около контейнеров возникают. Хотелось бы отметить, что вот как раз этими изменениями, которые мы вчера приняли, у нас устанавливается обязанность, в том числе для юридических и физических лиц, которые осуществляют свою деятельность на территории муниципального образования, обеспечить вывоз отходов. С чем это связано? Это опять связано с изменениями, которые у нас произошли в федеральном законодательстве. У нас на сегодняшний день федеральным законом установлена обязанность собственников твердых коммунальных отходов заключить договор с региональным оператором. Дмитрий Саныч, представитель регионального оператора Михаил Шихов приходил, и он здесь в нашем эфире в Урбане говорил, что у нас более 70 тысяч юридических лиц и ЕП в налоговой числится, а договоров всего 6 тысяч. Что с этим будет делать? На сегодняшний день такая проблема существует, образование этих свалок связано в первую очередь с отсутствием договоров на вывоз этих отходов. Не только у организаций, которые у нас на сегодняшний день существуют, но и в большинстве своем, если брать населенные пункты, такие как Бахта, Садаковский, любой населенный пункт сельский, где много частного сектора, соответственно, есть довольно-таки значительная категория граждан, которые у нас на сегодняшний день также не заключают договоры на вывоз ТБО. Это мы понимаем. Что вы делать с этим будете? С 1 января у нас вступают как раз все нормы этих действий, касаемо регулирования этих размещений отходов, и за незаключение договора, насколько мы сегодня знаем, будут внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях, будет установлена административная ответственность. Соответственно, те либо юридические лица предприятий, организации, либо граждане, владельцы частного жилфонда, индивидуального фонда, они будут привлекаться к ответственности в виде административных штрафов. Слушайте, 60 тысяч ЧП и юрлиц не заключили договоры. Вот мы сейчас говорим через эфир, они слышат, но делать ничего не будет. Что будет делать город? Вы не будете, например, организовать, я вчера Чурину такой же Александр Анатольевич задавала вопрос, сделать круглый стол, собраться с налоговой, разослать всем ИПшникам и юрлицам предупреждение. 60 тысяч, представляете, какие деньги, за которые мы с тобой, Аня, платим, они выбрасывают наши контейнеры. В любом случае, со стороны администрации, которая, в принципе, отвечает за все, что происходит на территории города Кирова и самого муниципального образования, такие меры, они уже принимаются, но я больше, наверное, сейчас озвучу в отношении граждан, которые проживают, в садоводствах, в частном секторе. Нас интересует юрлиц и ИП, ну просто, может быть, опыт будет перенесен. Здесь, если с гражданами работаем путем собрания сходов, каких-то собраний в деревнях, селах, то здесь, наверное, в отношении предприятий, организаций больше будет информационной работы через средства массовой информации, через сайт администрации, ну и я думаю, что путем каких-то, грубо говоря, кустовых совещаний, на которых можно этот вопрос будет озвучивать. Но на сегодняшний день могу сказать, что уже региональным операторам проводится такая работа, потому что 1 января должны быть заключены договоры на вывоз и утилизацию отходов. Соответственно, со стороны регионального оператора принимаются меры по заключению вот этих договоров, в том числе путем, грубо говоря, открытой оферты, которая принимается... Со стороны администрации города Кирова разошлите сообщения всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с предупреждением. Ну, здесь я еще раз повторюсь, наверное, в первую очередь, что будет более так, наверное, оперативно, это усиление информационной работы, в том числе в отношении юридических лиц. Мне кажется, на сайте администрации надо повесить счетчик до момента, когда мы начнем вас штрафовать за то, что у вас нет контейнера, а осталось только 100 дней. И там прямо вот минуты, секунды бегут и уменьшается это время. Прервемся на короткую рекламу. Напоминаю, на студии Дмитрий Печенкин, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Кирова. Дмитрий Печенкин, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Кирова. В дневном развороте сейчас 211. Странно, что слушатели не звонят. Новые правила внешнего благоустройства Кирова мы обсуждаем. Успеем не все обсудить, но, Дмитрий Александрович, очень важный вопрос, который вот буквально недавно, еще яркая иллюстрация была в Фейсбуке, распространен Николаем Варсеговым. Мы его обсуждали очень активно. Кладбище в Сашиних. Да, он рассказывал о том, что как раз, ну, в общем, выложил фотографии кладбища в Сашиних. И это, конечно, ужас, что там творится. Свалка и отходов, и деревьев, и пакетов, и оградок, и чего только нет. И он написал даже требование к губернатору Васильеву гнать в шею всех негодяев, которые отвечают за городские кладбища. Кладбища российские, к сожалению, за исключением некоторых городов. Я знаю, что Москва принимает правила внутреннего благоустройства. Они вообще меняют даже концепции кладбища сейчас. Они превращают кладбище, извините, в парки. Но ладно, хотя бы традиционное размещение, как у нас там с оградками и со всеми вот этими делами, они вечно действительно завалены свалками. Такое ощущение, как не борются и активисты, и город, и там правительство. Ничего не получается. Сейчас в новых правилах прописано требование к содержанию благоустройства мест захоронений на общественных кладбищах. Организации, обслуживающие городские кладбища, должны проводить расчистку, благоустройство. Они и раньше должны были это делать. Долиния сухостоя, валежника, санитарную рубку леса, скашелье трав, разреживание кустарника, противоклещевые обработки, дератизация мероприятия, дератизационные мероприятия. Общественные туалеты тоже больной вопрос. Осуществлять вывоз мусора. Это было прописано ведь и раньше. Что изменится теперь? Может быть, действительно гнать всех негодяев, которые отвечают за городские кладбища? Может быть, что-то более глобальное требуется? Или вот как? На сегодняшний день отмечу, что как раз вот эти изменения, в том числе более детальное прописывание каких-то норм, либо добавление новых в отношении кладбищ, они были в первую очередь как раз связаны с тем количеством жалоб, поступающих от жителей. Как правило, эти жалобы, они у нас и в течение года поступают, и особенно они активизируются после массовых мероприятий, родительских суббот, ну и после зимнего периода в том числе. Значит, в первую очередь они направлены, вот эти изменения, которые мы вчера приняли как раз на более детальное регламентирование деятельности подрядчиков, которые у нас работают на территории кладбищ. Ну, первое, что вызывает, наверное, всегда у посетителей кладбищ, вот такой негатив, это наличие свалок, мусора на территории кладбища. То есть эта обязанность, она и была, она и есть в действующих контрактах на содержание, но тем не менее, как бы мы ее более регламентируем, что у нас на сегодняшний день должны быть определены и места сбора на кладбищах, потому что некоторые свалки, они образуются и внутри этого массива попросту, ну, эти отходы не выносятся на места, где установлены контейнеры. А потому что контейнеров мало, я вам скажу. Мало и идти до них далеко. Ну, учитывая, что у нас и территория кладбищ, в зависимости там от его месторасположения, у нас, как правило, территории кладбищ, они гектарами обозначаются. То есть, ну, опять же, повторюсь, наверное, там на каждом квартале, либо на каждом проезде мы контейнеры не сможем оборудовать, но в любом случае в местах массового прохода и вот основного скопления людей эти контейнеры, они устанавливаются. В том числе они устанавливаются вот как раз того объема, который бы нам позволял максимально это принимать. Да, действительно, в период массового посещения их, наверное, недостаточно. Поэтому на сегодняшний день мы как раз и изыскиваем возможность как раз увеличения количества этих контейнеров, потому что проблема, она есть. Причина образования все-таки этих свалок и невывоза мусора в чем? Вы обнаружили ее? Если все было прописано, подрядчики известны, свалки росли, ну, хорошо, прописали новые требования, новые старые требования, я бы так сказала. Что изменится-то, Дмитрий Александрович? Люди те же останутся на контрактах. Ну, в любом случае, эти изменения, которые мы сейчас принимаем, мы их будем учитывать при формировании новой конкурсной документации, когда мы будем определять на новый период подрядчиков по содержанию. Ну, я еще, наверное, отмечу, остановлюсь, что многое зависит от того подрядчика, который приходит на содержание того или иного кладбища. И мы сегодня сталкиваемся по некоторым территориям, что при смене подрядчика у нас вот как раз появляются вопросы, связанные вот с содержанием, обслуживанием кладбища. Потому что эти аукционы, они у нас проводятся ежегодно, соответственно, мы каждый год определяем нового подрядчика, и процедура открытая, и может заявиться, может предложить свои услуги любое лицо, которое выходит на аукцион. И, соответственно, тот подрядчик, который у нас появляется, новый, ему, ну, наверное, исходя из практики, просто могу говорить, что там необходимо какое-то время эту территорию изучить, чтобы спланировать свою деятельность. Имея подрядчика на более длительную, грубо говоря, там, период обслуживания кладбища, мы получаем более гарантированные и качественные услуги. А нельзя ли как-то сделать так, чтобы вот не каждый год они менялись, а чтобы те подрядчики, которые хорошо себя зарекомендовали, как-то пролонгировался с ними договор? На сегодняшний день мы как раз рассматриваем такую возможность. У нас имеется трехлетний бюджет на текущий год и на плановый период, который нам, в принципе, позволяет вот в рамках этого периода заключать такие долгосрочные контракты, что и планируется, например, по содержанию уличной дорожной сети, чтобы был долгосрочный контракт, позволяющий нам иметь на определенный период, ну, уже, грубо говоря, гарантированного подрядчика. Такую же практику, ну, вот сейчас в окончательном решении не принято, но возможно распространить и на территорию кладбища, чтобы мы хотя бы в трехлетней перспективе видели и понимали, что у нас подрядчик, который будет нам в течение трехлетнего периода обеспечивать надлежащее выполнение тех работ, которые предусматриваются, в том числе и правилами, и тем техническим заданием, которое выставляется на процедуру торгов. Так, ну, о зимней уборке, раз уже мы тут заговорили про содержание дорожной сети, давайте все-таки про зимнюю уборку поговорим, есть у нас две минуты, тоже прописано в новых правилах благоустройства, требования, что меняется. Это тоже жалобы, я вижу, что это большие были жалобы, потому что здесь прописано перемещение, что запрещается перемещение снега на тротуары, газоны и парковки. Ой, как вы за этим будете следить, даже не знаю, потому что, ну, вот, там, я говорю, у меня образцовый участок улицы, там все нарушено, что только можно. Запрещена, важно, внимание жителей, запрещена механизированная уборка снега и льда вблизи деревьев, кустарников. Достаточно посмотреть на липы, которые здесь у правительства стоят, они поранены все зимней уборкой снега. Вот этим трактором, который у нас проходит здесь, он весь поранил эти липы, обрати внимание. Я думаю, что у многих такое есть. И срезание газона. Загрязненный снег и лед нельзя складировать возле деревьев и кустарниках. Да, и на газонах также запрещено формирование снежных валов, или валов, валов. Снежных куч. На мостовых сооружениях. Это огромный, на самом деле, объем работы. Хотя, опять же, ссылаемся на тот же САХ. Они говорили, что в этом году хорошо осуществлялся вывоз снега. И вот как раз препятствовал город все сделать, чтобы меньше этих было снежных куч. И что если в течение ближайших трех лет также будет осуществляться вывоз снег, да плюс еще перейдем в спецкосоляной смеси на реагенты, то город наш очистится и от пыльных бур тоже. Бурь тоже, да. По зимнему вот хорошие изменения внесены. Они с точки зрения экономики будут поддержаны. То есть достаточно средств, которые разыгрываются на аукционах, чтобы те, кто заходит на эти аукционы, смогли осуществить вот все по правилам. Полминуты у нас. На текущую дату вот те, наверное, контракты, которые на 2018 год у нас заключены, ну, как уже показало, в том числе и предыдущий период зимнего содержания, наверное, они на сегодняшний день не полностью обеспечены теми затратами, которые в том числе мы прописываем, вот те требования и в правилах благоустройства. Ну, как я уже отметил, наверное, до этого уже здесь, в этой студии звучало, что сейчас мы формируем новое техзадание на более длительный срок содержания, 2,5-3 года. Соответственно, вот эти все требования, которые были озвучены, которые приняты, мы планируем в том числе учитывать при формировании вот как раз новых требований к содержанию уличной дорожной сети. Потому что, повторюсь, эти требования в том числе связаны и с теми жалобами, и с теми как раз опытом работы, и с той практикой, которая у нас складывается особенно в зимний период при содержании газонов, тротуаров и улиц. То есть мы попытаемся максимально при формировании нового технического задания для определения подрядчика по уборке улиц как раз вот эти все моменты учесть. Потому что на сегодняшний день те подрядчики, которые имеются, больше руководствуются тем техническим заданием, которое у них прописано, которое ежегодно пролонгируется. То есть вот эти мероприятия как раз и направлены на, грубо говоря, на устранение тех жалоб, тех нареканий, которые поступают в адрес администрации. Благодарим Дмитрия Печенкина, заместителя начальника департамента городского хозяйства администрации Кирова. Надеемся, что встречаемся мы в очередной и не в последний раз. Будем рады вас видеть. Мы уже заметили нашу встречу в программе «Урбан» в следующую среду. Она будет посвящена благоустройству детских городских площадок. Я надеюсь, Дмитрий Александрович нам не откажет. И встретимся еще раз в этом эфире. Немного разворот завершен. До свидания. До свидания.